Господин Президент, Ваше Превосходительство, уважаемые делегаты. Для меня большая честь вновь представлять мою любимую страну с этой трибуны. За последние 10 лет, когда я имел честь обращаться к этому залу, Грузия превратилась из несостоявшейся страны в демократическое государство с рыночной экономикой. Мы пережили взлеты и падения. У нас были прорывы и ошибки. Но на протяжении всего этого периода мир видел постоянное стремление народа Грузии к свободе. Сегодня я стою перед вами и прошу вас еще раз прислушаться к голосу этого народа, свободолюбие которого превыше всех политических, социальных или религиозных различий. И несмотря на все проблемы и задачи, с которыми мы все еще сталкиваемся, голос этот полон надежды. Глядя на современный мир, я полагаю, что голос надежды действительно необходим. Оптимизм начала 1990-х, когда распространение либеральных и демократических ценностей казалось нам естественным, когда было заявлено, что это венец истории, когда ООН должна была стать сердцем и душой окончательно умиротворенного мира. Этот оптимизм 90-х, будучи тогда студентом здесь, в Нью-Йорке, я проходил в ООН стажировку и видел, что ее переполняет дух оптимизма. Этот оптимизм был разрушен волной цинизма и пессимизма. Мир во всем мире не был установлен. И организация Объединенных Наций не стала сердцем и душой Объединенного Мира. Некогда победоносная западная цивилизация сегодня справляется с глубоким экономическим, социальным и ментальным кризисом. Так называемые цветные революции Восточной Европы сегодня под атакой сил, которые несколько лет назад были ими же побеждены. На Ближнем Востоке, в Каире и Тунисе, картина торжествующего народа замещена ужасной картиной детей, отравленных химическим оружием в Дамаске. Да, есть множество причин для разочарования. Но насколько оправдана смена догматического оптимизма 90-х на такой же догматический пессимизм и гибель всех надежд? Разве осознание того факта, что распространение демократии и свободы требует титанической борьбы, должно заставить нас отречься от наших убеждений и принципов? Сегодня я здесь, чтобы поделиться с вами надеждами моего народа и говорить от лица своего народа против этого пессимизма и фатальной безнадежности. Я здесь, чтобы обратиться к тем, кто еще сомневается, кто колеблется, кого одолевает соблазн сдаться. Если Запад уже вчерашний день, то почему дату вступления в НАТО так глубоко чтут миллионы поляков, чехов, эстонцев, румын и других народов? И почему миллионы грузин, украинцев, молдаван и других стучатся в дверь Европейского Союза? Если свобода уже не в моде, как объяснить тот факт, что самоубийство одного человека в Тунисе изменило карту мира? Нет, история не закончилась в 1989 или 1991 году, и она никогда не закончится. Свобода по-прежнему является ее движущей силой и целью. Везде, где люди хотят свободной жизни, им противостоят силы тирании. Вопрос в том, что мы собираемся делать, противостоять или оставаться простыми зрителями, уважаемые делегаты. Сейчас, когда я выступаю здесь перед вами, страны Восточной Европы, свободные и демократические государства испытывают на себе постоянное давление и угрозы. Армению загнали в угол и вынудили вступить в таможенный союз, что не входит в интересы ни этого государства, ни нашего региона в целом. В Молдове объявили блокаду, происходит давление на Украину, происходит прессинг Азербайджана, а Грузия оккупирована. Почему? Потому что Старая Империя пытается восстановить утраченные границы. Впрочем, слово «граница» здесь неуместно, поскольку у Российской Империи, Советского Союза, Российской Федерации или Евразийского Союза никогда не было границ. Только окраины. Рубежи, пределы. Сегодня я говорю именно от имени этой окраины. В отличие от большинства стран, Российская Федерация далеко не заинтересована в том, чтобы ее окружали стабильные государства. Перманентный хаос и беспорядки в соседних странах – вот то, к чему стремится Кремль. Он принципиально отвергает наличие сильного правительства в Грузии, Украине или Молдове, пусть даже дружественного правительства, уважающего его интересы. Я никогда не был, как говорят французы, поклонником языка официоза. Но сегодня, когда подходит к концу мой второй президентский срок, я тем более хочу говорить все, что думаю. Давайте будем абсолютно открытыми и конкретно обрисуем ситуацию. Как вы думаете, например, желает ли Владимир Путин того, чтобы Армения одержала окончательную победу над Азербайджаном? Нет, так как это будет означать, что Армения станет слишком сильной и слишком независимой. Вы думаете, наоборот, Москва хочет победы Баку над Ереваном? Разумеется, нет, поскольку возрождение модернизированного и динамичного Азербайджана – кошмар для российских лидеров. Нет, они не хотят победы ни одной стороны. Их конечная цель – сам конфликт, так как это обеспечивает зависимость обеих стран и задерживает их европейскую интеграцию. Как вы думаете, изменило ли поражение на выборах сил Оранжевой революции отношение Кремля к Украине? Напротив, я говорил вчера со своим коллегой Виктором Януковичем, его правительство является постоянным предметом нападок со стороны России. И это происходит ежедневно. Россия перед саммитом, запланированным в Вильнюсе, начала торговую войну против Украины. Российские официальные лица открыто обсуждают перспективу распада этой страны. Как вы думаете, готов ли Кремль рассмотреть вопрос о деоккупации Абхазии и Южной Осетии сегодня, когда правительство уже сменилось и в Двилисии? Вовсе нет. Аннексия грузинской земли российскими войсками продолжается. Вчера оккупанты совершенно открыто и безнаказанно вновь изгнали грузинских граждан из собственных домов. Из сел, где они жили многими поколениями, отрезали их от могил предков, заняли оросительные системы. Несмотря на дружественные заявления, сделанные правительством Грузии в последние недели и месяцы, российские оккупационные силы продолжают наступление, разделяют семьи колючей проволокой, создают угрозу нашей экономике, продвигаются к нефтепроводу Баку-Супса и главной магистрали Грузии. Таким образом, Путин подрывает устойчивость нашего государства. Мы являемся одной из немногих стран, и я горжусь этим, которые устояли после полномасштабной атаки России. Мы также единственная страна, которая сохранила свою государственность, независимость и выжила. Несмотря на нападение сильной, десятитысячной российской армии, нас бомбили 200 самолетов, мы были атакованы Черноморским флотом, а также десятками тысяч наемников. Наша независимость и государственность выдержали это все. Так давайте больше не будем рисковать миром. Мы выжили, потому что были едины, и нас поддерживал весь мир. Надеюсь, мир будет продолжать стоять плечом к плечу с нами, когда мы вновь окажемся под подобным давлением. Я говорю сегодня от имени народа Грузии, с просьбой к международному сообществу отреагировать на эту агрессию и оказать нам помощь в том, чтобы положить конец российской аннексии наших земель. Враждебность Владимира Путина и его команды по отношению к правительству, которое я имел честь возглавлять на протяжении почти десяти лет, не обусловлена личной антипатией или культурным непониманием. Все подобные интерпретации являются всего лишь ширмой. Мой предшественник, президент Шеварнадзе, выходец из высшей советской номенклатуры. Он пришел к власти в девяностых через военный переворот при прямой поддержке России. И в отличие от меня, он был знаменит своими советскими дипломатическими навыками. Несмотря на все это, Россия постоянно пыталась подорвать его правление и несколько раз организовывала на него покушение. Разговор не о Гамсахурде, первом грузинском президенте, или Шеварнадзе, или Саакашвили, или нынешнем премьере Ванишвили. В действительности имена не имеют большого значения. Дело касается будущего грузинской государственности. Почему? Потому что нынешним правителям России хорошо известно, как только стабильные институты будут созданы в Украине, Грузии, Молдове или других странах, эти институты отразят и усилят желание народов этих стран быть по-настоящему независимыми и стать частью европейской семьи. Именно поэтому успешные реформы и грузинский опыт строительства подлинного государства были восприняты как некоторого рода вирус, который инфицировал бы всю территорию бывшего Советского Союза. Вирус, который следует искоренить всеми возможными способами. В то время как мы, некогда не состоявшаяся, чуть ли не самая коррумпированная и криминализированная страна, стали наименее коррумпированной страной во всей Европе и реформаторами номер один в мире, а по данным Семерного банка и лучшим климатом для ведения бизнеса, именно поэтому народу Грузии ввели эмбарго, навязали войну и оккупацию, все после 2006 года. Именно поэтому сопротивление грузинского народа и дальнейшая жизнь грузинской демократии столь важны для всего региона. Дамы и господа, дорогие коллеги, усилия остановить и отбросить назад прогресс Евросоюза и НАТО в нашем регионе, прогресс, который основан на воле нашего народа, становятся все более интенсивными. Эти усилия, направленные против прогресса, носят имя Евразийский Союз. Мне становится нехорошо, когда офицер КГБ Владимир Путин читает миру лекции о свободе и демократических ценностях. Это, пожалуй, последнее, что может делать диктатор одной из последних в мире империй. Евразийский Союз является альтернативой Европейскому Союзу. И Владимир Путин считает его главным проектом своего президентства. Это новая Российская империя. И проект этот гораздо более опасен, чем его лекции. Для европейской и евроатлантической интеграции необходимы огромные усилия и уйма времени. В какой-то момент можно подумать, что это и вовсе мираж. Угроза и давление, с одной стороны, все сильнее, а обещания кажутся такими далекими, что некоторые граждане Грузии или за ее пределами могут просто устать и сказать, а почему бы и нет. Сегодня я хотел бы объяснить, почему нет. Сегодня наши страны стоят перед выбором, определяющим их будущее в гораздо большей степени, чем выбор внешней политики или альянсов. Наш народ должен решить, приемлемо ли для него жить в условиях страха и преступности. Жить в мире, где отличие воспринимается как угроза, а меньшинство как объекты для угнетения. В мире, где политические оппоненты подвергаются избирательному правосудию и физическому оскорблению. В мире, который, дамы и господа, мы очень хорошо знаем. Потому что мы жили в нем. Евразийский Союз является собой наше недалекое прошлое и будущее, которое готовят для нас бывшие офицеры КГБ в Москве. Противоположность этому, наши возрожденные традиции и многовековые устремления ведут нас в совершенно другой мир, который называется Европа. Европейское общество также далеко от совершенства. И там мы сталкиваемся со страхом, сомнениями, гневом и порой даже ненавистью, социальным неравенством. Но там меритократия выше непотизма. А фундаментом общественной жизни является толерантность. Нынешние оппоненты, будущие министры, которых никто не сажает в тюрьму, не расправляется с ними физически. С этой точки зрения, для восточноевропейских народов выбор настолько очевиден, что некоторые кремлевские стратеги, называющие себя политтехнологами, решили вообще отменить правду и распространяют ложь в Грузии, Украине, Молдове и других странах. В наших странах они при помощи пятых колонн вводят стереотипы, в рамках которых Европейский Союз отождествляется с нарушением семейных ценностей, национальных традиций, с навязыванием нетрадиционной сексуальной ориентации и уничтожением традиционной религии. Странно, но в последние месяцы в Гиеве, Тбилиси и Кишиневе мы слышим одни и те же написанные в Москве уродливые мелодии. Слышим, что наши традиции якобы рассыпаются по причине западного влияния, что церковь превращается в Диснейленд, и христианские праздники замещаются гей-парадами. Мы слышим, что наше православие находится в опасности. И, наконец, мы слышим, что с нашими бывшими хозяевами нас объединяет взаимное уважение к порядочности и традициям. Неужели мы и вправду настолько наивны, чтобы верить в эту ложь, как верили предыдущие поколения? Настолько наивны, чтобы позволить Москве лишить нас суверенитета? Неужели мы можем быть столь несправедливыми к нашим предкам и полагать, что чтим их, нападая на какую-либо мечеть? Неужели мы настолько незнакомы со своей историей, чтобы допускать ее повторение снова и снова? В этих фальшивых мотивах, о православном братстве, в исполнении российских империалистов, почему мы не слышим вечные голоса убитого имя же патриарха Кириона или подвергшегося страшным пыткам католикоса-патриарха Амбросия Хилая? Его пытали только потому, что он обратился к Женевской конференции с протестом против вторжения захватчиков в его страну. На допросе он сказал, «Моя душа принадлежит Богу, мое сердце – Родине, а мое тело я отдаю вам, палачи». Неужели мы так оглохли, что отказываемся слышать голоса убитых российскими империалистами и коммунистами, епископов и священников? Неужели мы настолько необразованы, что не помним, кто перекрасил наши церкви и стер наши священные фрески? Неужели мы настолько слепы, что не видим наши разрушенные церкви на оккупированных территориях, разрушенные теми же, кто уничтожал наши храмы в 19 веке? Знание истории необходимо, и наша история учит нас, что толерантность в регионе является основой нашего суверенитета. Толерантность – не только моральный долг, это вопрос национальной безопасности. Мы должны знать историю и понимать, что старый имперский принцип «разделяй и властвуй» сегодня применяется так же, как применялся 20 веков назад. Взгляните на наш регион сегодня. Тот, кому известна история Кавказского региона, помнит, что кровопролитие во время армяно-азербайджанского конфликта в 1905 году напрямую управлялась царской администрацией. И разве здесь нельзя провести параллель с карабахским конфликтом в 1980-х? Российская армия была там, к тому же в большом количестве, и на ее глазах началась война. Они демонстрировали обеим сторонам, что помогали им. На самом же деле подстрекали конфликты. Тот, кто знает историю, легко припомнит, так же, как помню я, начало Абхазской войны, в начале 90-х, когда грузинские полувоенизированные подразделения получали оружие от российской армии, бомбившей наши территории, которая в то же время помогала абхазским формированиям и чеченским наемникам, дабы пресечь любую солидарность народов Южного и Северного Кавказа. Это происходило точно так же, как и сто лет назад, когда грузинских офицеров отправляли на передовую российских войн против чеченцев, ингушей и дагестанцев. На разных отрезках истории мы можем рассмотреть другие периферийные страны, такие как Польша и Украина, и мы увидим точно такую же картину. Империя разжигала рознь между порабощенными народами и разделяла их стеной фанатичного антагонизма. К сожалению, такой подход оправдал себя. К еще большему сожалению, он работает и сегодня. Дамы и господа, уважаемые делегаты, Европейский Союз, самый большой политический успех за последние десятилетия стоит на трех китах, трех опорах, которые также можно назвать тремя отрицаниями. Первое — отрицание радикального национализма, который почти довел Европу до коллективного самоубийства в виде двух мировых войн и ужасов нацизма. Второе — отрицание коммунизма, опасность повсеместного распространения которого имела место быть. И третье — отрицание империализма и колониализма. Многие из вас помнят об этом, и весьма болезненно, так как вы сами когда-то были жертвами британского и французского империализма. Империям Британии и Франции потребовалось время, чтобы принять это третье отрицание. Но отказ от колоний был ценой реального воплощения, модернизации и развития демократии, демократических ценностей, а также европейской интеграции, ее реального воплощения. А союз Евразийский основан на ровно противоположных постулатах. Он опирается на противостояние, где во главе стоят структуры старого КГБ, и он ставит целью воскресить старую империю. Именно поэтому вступить в Евразийский союз очень легко. Не существует политических, социальных или экономических критериев. Чтобы стать колонией, на самом деле вообще не требуется никаких усилий. Главный критерий — быть пассивным, посредственным, не выделяться, не иметь национальной гордости, достоинства и самосознания, разве что желание рабства. С другой стороны, для того, чтобы вступить в союз европейский, то есть в настоящее объединение, требуются титанические усилия, потому что необходимо в точности удовлетворять критериям тех постулатов, на которых зыждется Европейский союз. Таким образом, я хочу обратиться к сомневающимся, именно потому что вступление в Европейский союз требует усилий и удовлетворения серьезным критериям, именно потому что Европейский союз не старается поглотить нас, тогда как другой союз именно об этом и мечтает, наш выбор яснее и яснее. И подчеркнуть ясность этого выбора лучшим образом может тот аргумент, что российский проект обречен на провал. Сегодня ни одна империя существовать не сможет в 21 веке, и тем более Российская империя. Если мы вновь обратимся к истории, Франция и Британия потеряли колонии не только потому, что колонии сражались за независимость, но и потому, что в Париже и Лондоне утратили веру в империю. Они больше не верили в это. Эти империи поставлены были под сомнение, как на периферии, так и в центре. Именно это происходит в настоящее время, в России. Отрицание имперских иллюзий, как мы видели, сначала происходит на периферии, но главное то, что империю отвергают и в центре. Такое отрицание проявляется не только в народных протестах или в возрастающей поддержке оппозиции в больших городах России. Это отрицание в первую очередь проявляется в циничном отношении русской элиты к этому путинскому проекту. В этот проект не верят именно те люди, которые должны ему служить. Таким образом, в результате отрицания, как на периферии, так и в центре, империалистический путь заходит в тупик, а Евразийский Союз терпит крах. И тогда Россия сформируется как нация, как государство, у которого вместо стран окраин будут настоящие границы. Это будет настоящая страна с настоящими границами. И только после этого она начнет формирование стабильных отношений с соседями. Именно после этого сотрудничество заместит противостояние. Это произойдет быстрее, быстрее, чем многие думают. Это принесет пользу странам-окраинам, однако больше всего от этого выиграет российский народ. Это произойдет и потому, что для поколения российских граждан, которые являются одним из самых активных пользователей интернета во всем мире, имперский проект – это абсурд. Это произойдет потому, что этническая дискриминация, имеющая место в России, не сможет ее консолидировать и никогда не сделает ее единым государством. Это произойдет потому, что доходы от нескончаемых ресурсов, нефти и газа создает угрозу перспективы добычи сланцевого газа и нефти. Революция сланцевого газа действительно подрывает последнюю авторитарную империю в мире. Это произойдет потому, что газ не способен заменить экономическую модернизацию. Это произойдет из-за нынешней коррупции и отсутствия справедливости. Это произойдет потому, что целые регионы были отчуждены по причине дискриминации и насилия, потому что Чечня, Ингушетия, Дагестан, Татарстан, Башкортостан или другие настолько притеснены, что больше не чувствуют себя частью единого с Москвой проекта. Это произойдет потому, что разочарование, гнев и ненависть крайне сильны, а объединяющего идеала уже практически не существует. Это произойдет не в следующие десятилетия, но в ближайшие годы. Через несколько лет, вы вспомните мои слова, Владимир Путин уйдет из Кремля и исчезнет из российской политики, несмотря на то, что собирается в ней оставаться еще 20 лет. Для граждан России он станет призраком прошлого, олицетворяющим империю и коррупцию, угнетение. Никто не знает, будет ли этот процесс мирным или насильственным. Никому неизвестно, будет ли преемник Путина либералом, националистом или тем и другим. Здесь главное другое. Россия перестанет быть империей и превратится в нормальное государство, нормальную страну. Это та перспектива, к которой мы все должны подготовиться. И пока наш регион по-прежнему остается очагом конфронтации, некогда порабощенные народы вместо противостояния должны объединиться. В прошлом некоторые страны и их лидеры прекрасно понимали, что свобода одной страны не могла быть полноценной без свободы всех порабощенных народов. Например, Польша, которая взывала ко всем угнетенным народам. Например, маршал Пилсудский, который призывал народы собраться под флагом польской свободы, под флагом польской независимости. Но наши предки никогда ранее не видели большей пользы и не знали большей силы, чем сила, прекрасно сознающая свой стратегический интерес, сохранение нашего суверенитета. И эта сила – Европейский Союз. Сегодня, незадолго до Вильнюсского саммита Восточного Партнерства, я хочу повторить призыв, который за последние годы уже несколько раз провозглашал. Созданием Восточного Партнерства как ответа на нападение России на Грузию в 2008 году, Европейский Союз предложил нашим странам прекрасную платформу для сотрудничества под своей эгидой. В это начинание мы должны вложить больше усилий, должны развить совместные проекты, в первую очередь, фокусируясь на совместно осуществляемых реформах, потому что реформы для каждого из нас означают государственность и независимость. Императрица Екатерина II прекрасно это понимала. Когда Польша вслед за французским и британским просвещением стала проводить реформы, она отправила длинное секретное письмо Фридриху Великому, королю Пруссии. Надо сказать, что это письмо Екатерины II и сегодня остается одним из самых впечатляющих описаний природы и стратегии империалистического проекта. Согласно ему, реформы, проходившие в Польше, создавали опасность как для России, так и для Пруссии, потому как они превратили бы Польшу в настоящее государство. Затем и было необходимо их остановить. Необходимо было нападение на Польшу и ее разделение до окончания проведения реформ. Иначе оккупировать эту страну уже не удалось бы. Это письмо не удивит тех, кому известно, с какой ненавистью Владимир Путин относился к грузинским реформам последнего десятилетия. Большинство россиян задавалось вопросом, если несостоявшаяся, раздробленная Грузия, погрязшая когда-то в коррупции и криминале, смогла достичь успеха, почему тогда сама Россия не сможет сделать того же? Вот почему это был идеологически опасный проект. Впервые на Кавказе строилось настоящее, эффективное национальное государство, и поэтому было необходимым уничтожение достижений его реформ до того, как они принесут окончательные плоды. Дамы и господа, в Восточной Европе, в том числе на раздробленном Кавказе, формой нашего правления должно быть единство. Я говорил о начале войны в Абхазии, но мне хочется вспомнить еще более раннюю страницу истории, исполненную символизмом для всего Кавказа. В последние дни восстания Шамиля против Российской империи, тогда, когда сам Шамиль сдался в плен, чеченский командир Байрангур был ранен и также попал в плен. И перед тем, как его повесить, российские офицеры собрали дагестанцев и потребовали у одного из них выбить стул из-под обреченного на смерть Байрангура. Они знали, что они делали, так они хотели вызвать раздор среди местных жителей. Однако Байрангур, увидевший это, сам откинул стул. Этим запрещенным актом самоубийства, с точки зрения религии, он избавил соседей от распри. Но на фоне этой одной неудачи, сколько раз имперская тактика внедрения раздора между кавказскими нациями все-таки оправдывалась. Это должно закончиться. Именно поэтому, вперед моего президентства, мы запустили несколько проектов, направленных на учащение человеческих контактов между Северным и Южным Кавказом, университетские обмены и образовательные проекты. Поэтому парламент Грузии признал геноцид черкесского народа, который для многих является неизвестной страницей истории. А вся нация была истреблена только потому, что их земля была нужна России. Мы должны продолжать прилагать эти, пусть небольшие усилия, необходимо подготовиться к тому времени, когда империя развалится, чтобы быстро преодолеть наследие ее ненависти. Именно поэтому мы, как граждане Грузии, должны подготовиться к тому времени, когда российские войска покинут наши оккупированные территории, в Схинвалии и Сухуми, должны подготовиться к тому, чтобы с распростертыми объятиями принять наших абхазских и осетинских сограждан, принять как братьев и сестер, а не как врагов. И это касается многих других народов. Это касается многих этнических групп, потому что им придется возвращаться в их дома. И это время наступит гораздо раньше, чем мы думаем. Через несколько лет. Дамы и господа, в конце второго президентского срока я горжусь достижениями Грузии за этот период. Мы, в прямом смысле, вывели Грузию из мрака. Мы сделали грузинскую государственную службу беспрецедентно прозрачной. Вернули наших детей в школы, из которых их изгнали банды. Мы приблизили нашу страну к европейской мечте больше, чем когда-либо. Мы непрерывно работали над восстановлением духа толерантности, который всегда венчал нашу страну во времена былой славы. Мы сделали много хорошего. Когда я пришел во власть, я был самым молодым президентом в мире. Поэтому, как любой лидер, я хорошо понимаю, что многое было сделано слишком дорогой ценой. В наших спешных стараниях установить новую реальность, которая дала бы ответ внутренним и внешним угрозам, мы допустили также и ошибки. В некоторых случаях мы зашли слишком далеко, а в других недостаточно далеко. Я полностью беру на себя ответственность за все недостатки и принимаю близко к сердцу мнение всех тех людей, которые считают проделанную нами работу недостаточно полезной для себя. Тех людей, которые считают себя жертвой наших радикальных методов. Я хочу обратиться ко всем гражданам Грузии, к тем, кто поддерживал наши проекты, политику и партию, а также к тем, кто отвергал их. И хочу сказать, как я горжусь их сознательностью и мужеством, с каким уважением отношусь к принесенным в жертву их усилиям. Мы обещали осуществление своего проекта и не говорили, что оно будет легким. Я хочу сказать им, что они всегда должны оставаться нацией, которую объединяет любовь к свободе и достоинству. Мы есть и должны оставаться нацией, объединенной величайшим уважением к нашим идеалам, жертвам, героически погибшим солдатам в Афганистане, нацией, которая глубоко соболезнует этому горю и вместе с тем гордится отвагой своих солдат. Мы нация, которая гордится своими солдатами. Они противостояли в сто раз более многочисленному российскому захватчику и дали нам время вместе со всем миром мобилизоваться и защитить нашу независимость, что в 20 веке не смогли бы сделать государство и крупнее нас. Мы есть и должны оставаться нацией, которая едина в достижении исторической цели, вступления в европейскую семью свободных и демократических наций, в семью, от которой нас никогда не следовало отторгать, в нашу семью. Наш путь регионального единства, свободы и европейской интеграции еще далек от завершения. И для его окончательного успеха я лично буду работать, не покладая рук до конца своих дней, как достойный гражданин достойной страны. Благодарю вас.